Привет всем и добро пожаловать в новый влог. Сегодня будем с вами выпекать мельчины. Мельчины это такое пирожное. Пирожное такое со сливками. Рецепт очень легкий. У меня есть два рецепта. Есть рецепт такой, который по-немецки. С добавлением воды. Только газированная, чтобы была вода. И такой вот, как наш обыкновенный русский. Это с кефира. Кефир, простокваша. Вот такое можно добавлять. И я приготовила какао. Потому что просили именно какие продукты. Я вообще, какое какао даже я использую. Вот такое вот у нас сегодня должно получиться. Он, девчата, делается очень быстро. Его любят и дети, не только дети, и взрослые. И выпекается очень быстро. Сейчас я включила духовку. На 180 градусов верхний свет конденции. Так, что нам теперь к этому надо? Смотрите. Сейчас я вам покажу, расскажу. Надо, значит, три яйца у меня здесь есть. Сто грамм сахара у меня, я уже насыпала. Масло подсолнечное надо. Только подсолнечное, не сливочное никакое. Кефир. Кефир у меня тут сто грамм. Именно полной температуры. Потом разрыхлитель. Ну, тут у меня 15 грамм. Но я отсюда уже брала. Нам 15 грамм не надо. Нам надо чайную ложечку. А потом какао нам надо будет 30 грамм. Ну, где-то возьмем ложки две. Посмотрим. Я вам покажу сейчас точно, это какого какао. Две столовые ложки меда нам надо обязательно. И щепотку соли. Вот. И такой вот классический бисквит, да, шниты вот это идут, да, это молочный ломтик называется. Он идет, даже крем, девчата, идет везде, добавляется мед. Везде. Будем сегодня с вами делать крем. Я вам покажу тоже, как я делаю. Делается он тоже быстро. И такое вот хорошо, да, как его хорошо можно сбить. Без сахара, без сахарной пудры, со сгущенкой будем делать с вами. Ну вот. Теперь какао. Какое я беру какао? Я специально вытащила пачку, чтобы вам показать. Вот такое какао я беру. Муку, я говорила, да, 110-120 грамм. Плюс-минус. Всегда смотрите по своим яичкам, да, потому что яйца бывают большие, бывают и маленькие. Вот. Самое главное, ориентируйтесь, чтобы у вашего теста было такое какое-то. Чуть-чуть гуще, чем на блинчики. Потому что я уже много, многим так говорила. Делайте так. Так. Что нам надо к этому? Вот такое, вот такое вот. Именно вот такое какао. Я всегда его как бы применяю, и я привыкла к нему. Так, что нам надо, девчата? В сахар добавляем щепотку соли, и сейчас три яйца добавим сюда, и будем взбивать. Ну, прежде чем будем взбивать, с чайную ложечку кефир добавлю бакпульвы, разрыхлитель, чтобы она у меня тут заиграла. Так. Берем три яйца. Бисквит где-то выпекается минут 10-12, да? Посмотрите по своей духовочке. Так. Сюда поставим. И сюда же я делаю ванилину. Ну все, приступаем. Сейчас будем взбивать с вами. Хорошенько добила. Так. Посмотрите, как я взбила. Вот так вот у вас должно получиться. Теперь ставлю сюда, наверное. Нет, сюда уберу. Потому что будет мешать. Теперь, что нам к этому надо? Посмотрите, как поднялись. Посмотрите, как увеличилась наша простокваша. Посмотрите, видите? Смотрите, какая прелесть. Теперь, девчата, добавляем две столовые ложечки меда. Мед у меня натуральный, домашний. Нас постоянно угощают. Ну как, вот так, наверное, возьму, чтобы... Оно идет с медом, чтобы знали, да? Что крем, что это вообще идет с медом. Мельчинитый и молочный ломтик, он идет с медом. Так. Убираем. Хорошенько перемешиваем. Смотрите, какая воздушная пена. Добавляем наше масло. Это очень такой легкий, легкий-легкий рецепт. Очень легкий. Добавляем нашу воздушную, воздушную. Смотрите. Просто квашу, кефир, я уже говорила. Даже йогурт можете добавить. Смотрите, какая прелесть. Смотрите, как увеличилось. Уже больше пол чашки стало. Почему? Потому что сбитые яйца, и поднялся наш кефир. Так. Тут у меня 110 грамм муки. Значит, берем... Ну, я вот беру, например, чтобы немножечко потемнее был, да? Две столовые ложечки какао. Одну вот с горочкой, а другую вот... Ну, не, не, это мало. Без горочки. Вот так вот. Убираю. Тоже все. Так. Тут у меня все в какао. Смотрите, как... Смотрите на тесто, что делается. Перемешаю все сейчас. Тут прям. Все. Теперь тесто поднимается и поднимается. Тесто посмотрите. Ну, наш бисквит должен быть тоненьким. Пышным он у нас не должен быть, сами знаете. Я сразу 120 добавлю сюда. Ой, 110, извиняюсь. 120 плюс-минус. Потому что уже сказала про яйца, некоторые мне писали, что у кого побольше, если побольше, если поменьше. Ну да, это все зависит. Так. Ну все. Сейчас я все перемешаю. Так, девчата. Я все-таки миксером сделала, чтобы не было комочков. Теперь. Сейчас я вам покажу, какое должно получиться. Вот такое вот. Посмотрите. Ах, как пахнет. Ой, как пахнет. Так. Теперь. Что нам надо? Убираем все сюда. Ой. Обыкновенный, стандартный, как у вас идет духовка, с такими вот противнями. Такой противень и берем. Потому что все равно края нам вот это все надо будет срезать. Даже если у нас как бы кривой этот порядок, получится угол. Будем потом края срезать с вами и делать красиво. Ровненько все. Так вот. Все. Все. Убираем. Все. Аккуратненько теперь по углам. С середины до углов. С середины до уголочков тянем. Потому что, когда поставим в противень, ой, в духовку, извиняюсь, оно у нас все равно чуть-чуть растекется под такой температурой. вот видите, углы у меня немножко как кривоватые. Я говорю, что мы все равно будем срезать тут все. И верхушку, если будет лопаться, да, потому что... Так, бывает, что лопаются. Ну, еще хочу сказать, да, мне спрашивали тоже вот насчет этого, почему я сказала верхушки лопаются. Они лопаются в основном, когда делаешь высокие такие бисквиты. Бывает, что лопаются. Очень много спрашивают про вот это то, что лопаются. Сначала, вот, например, я нагреваю духовку, да, и... Посмотрите, какая красота. Накрываю, нагреваю духовку, например, да, и потом я делаю, если у меня такой бисквит высокий, и потом я делаю ее до, например, до 150 градусов, да. И оно у меня потом потихоньку, потихоньку, потихоньку и не так он сильно лопается. Хотя пишет бисквит, и у вас, например, там не будет лопаться, когда, вот, например, делаете там на 200 сразу. Нет, это неправда. Всегда накаляете, а потом делаете на середину, да, и пускай он у вас лучше медленно печется, но зато он у вас не будет лопаться. Потому что... И еще, смотря кто как взбивает яйца, от этого тоже зависит, какой у вас бисквит, тоже все-все зависит. Так, ставим на 10-12 минут. Так, девчата, только вытащила с холодильника, чтобы она у вас была холодная, да. Тут у меня 30%, это просто у меня осталось, а 30%, даже 31% жирности. Ну, конечно, чем жирнее, тем лучше. А тут у меня 19%. Вот. И я хочу просто их вместе сделать. Здесь у меня 250 грамм, и тут 250 грамм. Это значит, 300 грамм нам надо сливок. Теперь еще хочу сказать только, чтобы они у вас были охлажденные, да. Тогда они хорошо взбиваются. Если у вас плохо взбивается... Так, где это? То берем две пачки ZanaFest. Ну, это такой, как стабильный он, да, потом у вас будет и хорошо собьется. Именно вот такой вот можете добавить еще две пачечки, да. И это чтобы не перебить. Это чтобы не перебить эту шлагзанную, вот эти сливки. Потому что у меня дочь без этого не может. Она постоянно перебивает. Так, и еще, девчата, пачку ванилина. Вот такого вот. Ну, любого. Ну, я вот такой всегда беру. Теперь. Тут у меня две с половиной ложки. Но нам надо как три ложечки, да, вот так вот сгущенки. Ну, у меня просто здесь остатки, да. У меня будет две с полной ложки получается, да. Но хочу еще сказать. Кто любит посладше, четыре ложки хватит. Вот, я вот люблю, конечно, вот, чтобы... Всегда вот, я всегда добавляю три ложечки. Ну, еще, я говорю, повторюсь. Кто любит сладкое, четыре ложки и все. Их хватает. Никакой сахарной пудры, ничего больше сюда не надо. Так, приступаем. У вас все должно быть сухое, не мокрое. Хорошенько свою емкость, где будете взбивать, хорошо еще, девчата, вытерите. Так, это открытая была, это закрытая у меня была. Сначала хорошенько взбиваем сливки, а потом только в последнюю очередь добавляем нашу сгущенку и все перемешиваем и ставим в холодильник. Так, девчата, как только он у вас перестает давать рисунок и остается на наших вертушках, все, сразу перестаем, чтобы не перебить, перестаем взбивать. Ну, одно оставим еще. Так. Теперь добавляем чуть-чуть меда, потому что это классический рецепт, да, он вообще идет с медом. Ну, и нашу сгущеночку. Это получается чайная ложечка. И нашу сгущенку. Все. Вот. Перемешиваем хорошенько, снизу вверх и ставим в холодильник. Такая прелесть должна. получиться. Так, девчата, он у нас еще тепленький, только я спекла. Хочу его перевернуть и чтобы он у нас полностью остывал. потихоньку. Потихонечку. Уголочки все равно будем с вами срезать. Потом перевернем еще раз, где красивая сторона. вот так вот. Вот так вот. Ой, мой, реки спела. Даже, девчата, сделаю вот сейчас. Видите, даже парыша идет. Вот так даже сделаем. Вот так, чтобы ровно было. Ну, и тут тоже, чтобы ровно было. Вроде бы ровно. Все. Теперь пускай остывает. Смотрите, какая прелесть. Ну, горячая еще. Пускай остывает. Потом будем с вами нарезать и делать форму и ставить в холодильник на часа два, три. Ну, уже остыл. Сейчас я буду резать с руки. Как, не буду там линеечкой, знаете, делать, как все равно для дома, как бы, да, дома будем кушать, гостей нет. Так, начинаем. Так. Ой, что тут такое? Так, достаем наш крем. Достаем наш крем, потому что нам надо, чтобы она у нас была, наш, ой, извиняюсь, наш мельчный, молочный ломтик должен постоять в холодильнике, я уже говорила, да. Так, что мы делаем? Так, где ровнее, где не ровнее. Берем, значит, вот так вот. Это сюда подвигаем, чтобы нам ничего не мешало. И потом будем его разрезать. Где моя большая ложка? Как говорится. У меня сегодня два рецепта, да. Один рецепт, сейчас я буду вам показывать, как я делаю. Ммм, лекан. Смотрите. Вот так вот. Вот сюда. Хорошо. Хорошенько. Так, я сейчас, знаете, как сделаю? Как делаю, сделаю я по-своему. Как у меня, как я всегда делаю. Так, эти у меня всегда остаются. Ну, такие штучки, всякие такие обрезочки. Девчата, остаются? Я сделаю их сюда. Так, собаки гавкают у нас, соседская собака. Куда гулять ходили, пришла. Вот так, девчата. Вот так вот я делаю. И это вот так вот. Обрезки просто. Я их не выкидываю никогда. Все равно нужны будут. Ну, вот так вот. И хорошенько накладываем наши сливки. Если хотите, чтобы высокий, пышный такой был, тогда можете использовать желатин. Вот так вот я сделаю. Сильно высокий не хочу. Хочу вот прямо вот как стоит мельчиный, так и хочу сделать. Так. Потом все равно будем обрезать. Так, еще, ладно. Положу еще одну. И ровненько так сделаю. Вот так вот. Вот так. Все. И берем наш второй коржик. Вот такой наш коржик. Вот так вот должно получиться. Вот такая вот мельчиная там. Беру, девчата, просто вот так вот чуть-чуть заворачиваю здесь. И вот тут заворачиваю. Да? Вот тут подождите. Вот тут вот так потихоньку сделаем. Вот так вот. Нашу мельчиниту. И вот тут вот чуть-чуть. И вот тут вот так сделаем. Ну, чтобы ровненько как бы у нас было, да? Тут побольше сделали, но все равно. Потом будет это все-все убираться. Вытираем лишние эти краешки. Где мы замарали их. И вот так вот обмазываем. Так, все. И вот тут вот. Ну, чтобы ровненько у нас было. Конечно, чуть-чуть криво порезал, но ничего страшного. Я говорю, это для себя. Так, вот так вот. Ай, какая красота. Теперь посмотрите, такая вот мельчинита получается. Теперь вставим в холодильник на часа два-три, чтобы просто стабилизировался наш крем. Он еще застынет, потом его будет лучше резать. Девчата, закрою сейчас мою эту. Доставила я только. Ну, еще он мало полежал, конечно. Но все равно я вам хочу его быстренько показать. Какой он получился, да? Как его разрезать, вот этот вот молочный ломтик. Сейчас я вам покажу. Очень-очень вкусный. Это как раз сейчас вот для деточек. Так. Ну, чтобы ровненько было, да? Как возьмем? Тут я немножко все равно. Ну, вы видели, я криво обрезала. Давайте вот так, чтобы ровнее было, да? Вот так даже. Какой он должен получиться? Конечно, он немножко должен длинноватый такой быть. Хочу все равно вам показать. Какой вкусный. Сейчас я возьму свой другой ножичек. Девчата, мы его так вот режем тоненько, да? Я тут уже приготовила тарелочку эту. Режем вот так вот тоненько. Они должны быть узкие у нас. Очень нежный, прям вот нежный-нежный. Угу, такой нежный. Ну, и этот тоже так. Я вот так вот делаю наброски, например. Раз. И вот так вот. И потом, как в глубину, начинаю нарезать. Вот, я уже разрезала. Так, Рикки, не мешай людям работать. Возьму другой ножичек. Сейчас мы разрежем все. И потом все равно поставим, ну, как в холодильник. Я просто... Ну, давайте вот так вот возьму. Вот такая вот. Посмотрите, какой ломтик. Смотрите, какой красивый. Вот такой вот мельчный ты. Должен у вас получиться. Смотрите, какая прелесть. Умм, люблю вот такой вот. Смотрите, какая красота. Вот такая вот. Сейчас я их все сюда поскладываю. И в холодильник. И потом уже, как дети придут, будем кушать. Ну, все, девчата. Вот такие вот у вас молочные ломтик должны получиться. Их разрезают, конечно, немножечко подлиннее. Ну, я сделала так. Можно было и подлиннее. Я сделала так, как мне нравится. Я часто так выпекаю. Тоже нарезаю, как бы удобненько. Ну, вот, вот такой вот. Смотрите, какая красота. Вот. Так что буду, девчата, с вами прощаться. Большое-большое спасибо вам за просмотры. Вот. И снимаю для вас сразу же на завтра другое видео. Ну, такое краткое, да. Потому что мне много кто спрашивал. И буду снимать. Не буду говорить, что. Завтра увидите. Ну, буду с вами прощаться еще раз. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok